Так, друзья, мы с вами начали вебинар. Так, вот, подарки продолжаются. Перед нами фактический отчет семейного садская Северина. Вот, напоминаю, это Омск, это семья Матвеевых, удивительная семья, вот, мама Наталья, дочка Юлия, и все, что к ним полагается. Вот, мои ученики, участники моего семинара в Красном Хуторе. Ну, результаты, вот они. Созревает слева уссурийская. Это, кстати, очередной успех. Красная и желтая от ВК железного. И луча двух видов. В этом году выражение очень обильное, но неплохое. Вчера в Александровской усадьбе проводил дегустацию. А что такое Александровская усадьба? Интересно. С вопросом, что вкуснее. Мне не сильно разделились. На мой взгляд, вкусные все, одно по-разному. У многих сложился стереотип, что раз уссурийская, видовая. Да еще посаженная косточками, это кисло, мелкая, любая. Спешу вас обрадовать. Вкусная, кисло, сладкая, с типичным целевым вкусом и ароматом. Хорошат до компота, варенья, сушки. Ну, чем не реклама? Если, конечно, не сидите, все сразу. Дегустойкость великолепная, урожай ежегодный, весной красивый, ароматный, цветет. Кстати, при посадке косточками, повторяет родительские свойства и подносит, начинает на счет пятый год. Еще один камень в огород тем, кто это считает нас, помните. Вот. Как там было? Ну-ка вспоминаем. Это когда-то войдет в учебники. Как пример большого сильного тормоза в развитии. Мошенничество и, как там еще, второе слово. Ну, хватает слов мошенничество. Вот очередное. Ну, видите как. Это успех. Вот. Это успех. Если десяток 26 грамм, значит, одна, два и шестьдесят. Нет. Если десяток 265 грамм, значит, одна штучка 26 грамм. До слива этого, да еще не привитое, да еще китайское, это очень круто. Представляете, ни на миллиметр не меньше, ни на миллиграмм не меньше, чем родители. Это косточки. Это они родили, без всякой прививки, вот то, что вы видите. Вот она, желтая уссурийская снила. Вот она, вот она, вот она. Вот красотища. Наверное, я уже не узнаю ее. Так. Вот, 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 вот. Теперь переходим к следующему этапу. Закончили, полюбовались. Значит, жаль, что большинство, огромное количество прочитало, что это самое, что получается как-то мошенничество. Закончили, раз, о лоши, мошенничество, это прочитали, допустим, 100 тысяч человек, а закончится вебинар, и через неделю будет 500 человек. Представляете, какой вред для тех, кто не может позволить себе, и даже не попытается вырастить эту красоту. Вот так вот. Ну, а теперь следующая волшебница. Вот она, смотрите. Вот ее плоды. Ну, тут немножечко они уже перезревшие. Ладно, простим. Добрый день, Валерий Константинович. Сейчас взяла мою тетрадку с записями по саду. Вот. Косточки я получил от вас зимой 18-го года. То есть 19-м заложил. Заметьте, сейчас только 22-й. 19-м заложила. Уже на это. На рост. Так. И я, у меня таких писем много. Я выделяю особые. Почему? Да, триумф. Да, еще один. Еще, еще, еще. Их сотни людей добились успеха. Не потому, что их так научили. А вопреки тому, что их учили до меня. Вот. Они добились успеха. Но мы должны продолжать учебу. Внимание. Весной заложила на сверху влажный песок в холодильник. Ни одна кошка абрикоса не пропила. Заметьте. Заметьте. Ни одна. Обычно, когда закладывают, они просыпаются частично. Из десяти, может, две, одна, три, пять. Но никогда все. И, как правило, все-таки не бывает, что все спят. А у человека все спали. Спали. В конце апреля высела на грядку. И в мае начали восходить. В июне еще некоторые восходили. Высела неглубоко, как вы рекомендовали. Ой, слава тебе, Господи. Вот. Наш человек поливала, полова. И себя горели, свекла приступала песком. Зашли правильно. Семидория над землей. Вот она. Но это еще не главное, ради чего я показываю это кино. Именно этот фильм. Ой, именно это письмо. Это еще не главное. Теперь уже сказать бы, любой дурак знает, что Семидория должна быть над землей, что посадка должна быть мелкой, но все равно, вы же знаете, что нас пока меньше отцовало. Причем немного. Нас мизерное количество, посадить тем, кого научили глубоко закрапывать семена. Да вот по одному человеку. Главное, я еще не сказал. На зиму укрыла лапником. На следующий год осталось 17 саженцев. Сколько взошло, не записала. 4 саженца подарила. Остальные 13 у меня. Некоторые подмерзали. За лето восстанавливались. Все живы. Переварила годовая саженца на постоянное место. Посадила на хомики. Повыше, как бы и рекомендовали. На зиму никогда ничем не укрывала. Только оставание стало лапником. Снега у нас в Сибири предостаточно. Кстати, мой адрес Омская область, Саргатский район, Северный Омск на 120 километров. Неверующих, приглашаю в гости. Северный Омск на 120 километров. Ну, а там уже рядом и полярный круг. Сибиря, матушка. Неверующих, приглашаю в гости. И вот в этом 22-м году абрикосы засвели. Правда, не все шесть деревьев. Заметьте, посадка раньше, в 19-м году не могла быть. На трех завязались плоды. Чтобы получать результат, надо верить, убить свой сам. Конечно, я обрабатываю препаратами меди-стволы. В этом году появилась кометия. Все стволы и ветки обрабатываю, вырагаю, берегу. Андрей, извини, пожалуйста, я провожу вебинар. Легче, пожалуйста. Мы отвечаем, посидим, да. Так, продолжаем. Сейчас немножко у нас получается расхождение есть, но не смертельное. Появилась кометия, все стволы и ветки обработала, вырагаю, сберегла. Вот подкармливала по престольному кругу минимальными удобрениями. Хорошо, если по периметру престольного круга. И органика, еще известкую по кругу. Что близкого, известковать надо знать, почва какая. Шерстение кислотное, нейтральное. Май и июль были жаркими, сухими. Конечно, поливали, в основном дождеванием. Еще мой термин, поздравляю. Сейчас будем еще хоть еще с вами, как это называется, будем где-то дискутировать, где-то комментировать. Кроме абрикосов, растут ваши груши и семян, еще не свели, сливы не взошли. Самые вредные сливы. Усходят, так сходят. Не сходят, ждите на второй год. Ждите, грядку не перекапывайтесь. Щипайте ее и держите в чистоте. У Сергея Железного, заметил, фамилия немножко испорчена. Дело в том, что, если вот так вот, на слуху очень, даже, наверное, чаще Железнов встречается, чем Железнов. Результат такой. Кто-то наберет Железнов и никогда меня не найдет. Поэтому я хочу на это, чтобы вы обратили внимание. Исправленная фамилия, значит, меня можно просто нигде никогда не найти. У Сергея Железова, выписывал санкси, персик, абрикосы, сливы. Все растет на низ свели. Видите, никто же не говорит про массовую гибель, как принято. Абрикосы Сергея привитые. Но выращенные скочки опережают по росту и развитию. Вот такая история. Еще бы, конечно. Смотрите, вырос косточки, саженец. А потом с самой земли его отрезали. Вот на таком расстоянии от почвы. И по-новому вращу. Конечно, на год отстает, как минимум. Теперь так. Что получилось? Возвращаемся. Вот. Обратите внимание. Коротко, но понятно. Дело в том, что ни одна хвостика не прокрылась на момент высадки. А мы все, большинство, совершают страшную ошибку. Я просто удивлен этим. Никто вроде бы такого злого не пишет, что держите в холодильнике или там погребе при температуре близко к нырю, пока они не зайдут, пока не прокрылся, пока не высадут этот самый хвостик и росток. Никто этого не делает. Но почему это так делать? Вот человек заказал полсотни. Зашло три или пять. Он правда их берет и высаживает. А остальные сидят и уже, а потом я получаю, сколько я таких, ребята, писем получил. Уже май, уже июнь, я жду, они не всходят. Я говорю, что срочно позвоните. Звонят, я волнуюсь говорю. Они у вас не всходят еще до сих пор в холодильнике? Да, в холодильнике. И тут я начинаю. Я говорю, кто вас так учил, почему они прочли мои эти ссылки? А некогда читать. А я говорю, 0 градусов плюс 2, ну плюс 8, плюс 5. В темноте. Чего они ждут, когда взойдут? И вот вам яркий пример со стороны. Одно дело, мне может показалось, может я не прав, ни одна не проснулась, в конце апреля высеяла, а в мае они начали восходить. Не проснувшись, а вот этот момент, раз, уточнили, два, если бы все-таки в холодильнике у нее несколько проснулось, никаких, желательно, если бы все-таки на улице посмотрел в окно, а там сугром, а она проклянулась, что делать вот тогда в горшок и в холод. Пусть она вот такой растущий, говорю, только хвостик выпустила в горшок, и в холод, чтобы не дать развиться, в холод. А не на подоконнике, где солнышко греет, где через месяц вот такой вот, а потом высадил и тут же умирает. Как правило. Идем дальше. Про семидори ясно, семидор на земле, значит, закапывал не глубоко. Дальше. Есть такие нюансы, я понимаю, такие нюансы есть. Вот, наверное, не каждый бы заметил. Поливало, полола, если огонялись, приступал. Огоняется как? Вы правильно посадили, лежите на бачку, неважно даже на каком. Лежит или нет, пить есть, не просит. Только, чтобы был сыроватый песок тот же. Или там земля, если уже высадили на грядку. И далее. Смотрите, бачок появился. Все, у него начинается процесс, смотрите. Вот, лежит. И теперь она должна подняться, вот это чудо, вертикально. Этот самый корень действует как стержень. А сама косточка поднимается целиком. И в этот момент, когда она поворачивается вертикально, вот косточка вертикально, надо взять косточку, показать вам. Ну, вы понимаете. И тут она бах, отваливается из коробки. Бывает, вот на таком расстоянии отваливается. То есть, только впечатление, что взрыв. Жан ни разу не просил вас кто-нибудь уследить. Это надо специально уследить. Так кажется, что она даже взрывается. Потому что смотришь, половинка коробок лежат очень далеко. Часто. Да почти всегда. И вот этот момент, да, вы увидели, оголялись, слегка присыпала. Бывает, оголяется, когда, понимаешь, размыло. А бывает, она уже начинает вылезать, а вы раз присыпали. Вот тут ваша имясть. Вот милость, а приятная. Мы с вами еще одну маленькую проблему изучили. Это только результат моей наблюдательности, а теперь еще и вашей. Не все. Посадил на холмике, годится. Так, ничем не укрывало. Лапником, да, лапником такая хорошая вещь от этих, от мышей. Ничего не имею против. Потом лапник будет мешать. Когда будет высохла температура, там возможно начать процесс гниения, выпривания корней шейки и основания стамба. Но на зиму, ладно, пойдет. Так, снега предостаточно. Так, русская область. Гостя, спасибо. Меня может не приглашать, я вам верю. И не все. Сладитель не в это. Надо верить, любить сад. Согласен. Обрабатываю препаратами меди. Знаете, вот когда у вас появились проблемы, да, проблемы, кометь, появилась, так, вы обрабатываете стволы меди. Да, советую. Я в данном случае вас даже не журю и говорю. Сульфат и меди – это легко растворимая соль, которая часто не хватает для питания дерева. Вы думаете, что вы обрабатываете препаратами, чтобы как-то оздоровить, там, допустим, от этих паразитов, от грибов. Вот, значит, к грибам ваши препараты ни холодно, ни жарко, вот. А по почву, почему она считается практически безвредной? По почву, она даже играет роль микроэлементов. Она же растворимая, сульфат имеет растворимое. Вот. Ну и все. В общем, пообработали, обработали. Тут я не буду говорить, что да, комедию бороться бесполезно. И я очень надеюсь, что вы обработали не так, как вот ниже будет. Тут давай обдирать эту же самую комедию. Комедия неприкосновенна. Страшная, глупая, смертельная ошибка по выковыриванию, по вырезанию комедии. Глупость несусветная, глупейшая. Это родилось в чьем-то больном мозгу. Не проверяется, как бы, ах, комедию, вот, смол, ты теперь нечистый. Вот она причина. Когда у вас появится язва, у вас, допустим, кровь больная, плохая, у вас, не лично у вас, а ну, просто у человека, у посторонних, у посторонних. Вот. У него покрывается, помните, бывает там, просто неполноценная кровь. И пока вы с этим не справитесь, у вас будут язвы на теле. А лечить их, ну да, вспоминаем там, что угодно, начиная с йода, препараты, немножко помогают, может, правда, чуть помогут. Но комедия – это святое. Пожалуйста, не вздумайте обрабатывать ничем. И тем более не трогать ее. Не трогать. Вот теперь вроде все. Урожай сберегал. Спасибо. Если под прислойным кругом обрабатываете, то будьте добры по периметру, там, где основание корней. И помните, как я издевался, не вздумайте там копать канаву, чтобы в одних случаях корни подругить, называется, улучшить. Вот видите, сразу у меня вот так вот я делаю. В других случаях туда органику подать, удобрение. Сыпьте сверху и забудьте. Фух, кажется, все.